Музыка Меня зовут Наталья Шестиолтынова, мне 38 лет, работаю на ПАО ММК, инженером по трудам. У меня замечательный супруг Константин, дочь, 11 лет, Ирина, учится в пятом классе. Сегодня вы учительниц в телевизионном проекте «Преображение». Что вас сюда привело? «Преображение». В виде вашей проекта я вижу, что Вера Валерьевна проявляет креатив и ни в коем случае не раскрывает секреты, что же это будет. И когда действительно участницы разорачиваются в зеркало, изменения кардинальные, поэтому хочется попробовать, поэкспериментировать. Для вас важно, чтобы это еще и через себя пропустить, чтобы это была не только внешняя вот такая вот оболочка изменилась у вас, но и внутренняя, соответственно, что-то поменялось? Ну, мне кажется, что любое внешнее изменение, оно начинает приносить изменения и вовнутрь, да. То есть начинаешь себя по-иному чувствовать. Проявляется интерес к жизни, хочется творить, хочется обновиться. Очутились мы с вами сегодня вот в этом торговом центре «Снеговик». Будем выбирать теплые вещи. Начнем вот с этого пуховичка. Цвет, ну, очень благородный, интересный. Есть здесь и капюшон. Это, кстати, в каждом присутствует изделие. Очень удобно освобождает от головного, использования головного убора. Вообще выбирайте по какому принципу верхнюю одежду, Наталья? Смотрю на цвет, смотрю на фасончик, и чтобы было комфортно, удобно и по размерчику. Ну, чтобы не сковывало движение. Да, чтобы не сковывало движение, да-да-да, чтобы было комфортно, чтобы можно было. Ну, вот ассортимент торгового центра «Снеговик» как раз вам дает возможность выбрать, что вашей душе угодно. Такой вот более облегченный вариант. Веселенький, светленький, с меховой оторочкой воротника. Манжетики трикотажные защищают от снега и ветра, ну и очень качественная плащевка. Вы отстегиваете мех, стираете в стиральной машине и не теряете совершенно изделие своей изначальной формы, и ткань не теряет качество. Молнии, замочки по рукавам. Ну, как вам? Очень нравится, очень легкий, современный. Такой примерчик-капюшок. Модненький, да. Можно хоть в джинсах, хоть в юбочке, со спортивными кроссовочками. Такой свободный, уютный вариант. Да, очень нравится. А как вам вот такой солнечный пуховичок в морозную, зимнюю погоду? Мне он тоже безумно понравился. Мне кажется, мне идет свет. Такой горчичный. Да, но не кажется, он реально вам идет. Неожиданно, да, очень приятно. Очень легко в нем, очень комфортно, очень уютно. На спине есть такой элемент тесьмы, на рукаве на строчка, ну и в принципе все, ничего лишнего. И в то же время он очень яркий, будете выделяться из толпы. У меня уже идея привезти сюда супруга своего, привезти свою дочь. Здесь я вижу, что действительно колоссальный разбег моделей, цветовой гаммы, цветовых решений. Очень приятные цены, ну поэтому... Можно одеться всей семьей. Поэтому, да, придем всей семьей, конечно. Долго ли вы пребываете вот в этом образе? Вот вы говорите, вы приходите парикмаристку, все время просите каре. То есть сколько вы уже ходите вот в таком цвете и в такой трешке? Я думаю, что это, наверное, в течение всей моей жизни, да. Никаких глобальных изменений, в принципе, я никогда не предпринимала. Есть какое-то представление, что это будет? Представление? Что? Нет, не представляю. Я предполагаю, что это должно быть интересно. Что будет? Наша сегодняшняя героиня радует нас тем, что она готова к изменениям. Вот что мы ей будем предлагать? Ей нужно поменяться, она застоялась вот в этом образе. Хочется ей придать яркости прежде всего. Но вот над чем мы будем работать? Вообще для нашей героини Натальи я подобрала образ, который сделает ее легкой и воздушной. Сделает ее модной и стильной. С помощью стрижки мы добавим немножко креативности. Но это что? Мы придадим объема? Как мы покороче сделаем стрижку? Мы с помощью окрашивания сделаем объем. В будущем ей будет очень легко поддерживать свою укладку с помощью утюжка для волос. Мне бы хотелось отметить, что Наталья недостаточное внимание уделяет своей внешности, хотя она очень красивая женщина. Мне очень нравятся ее черты лица, ее глаза, ее потрясающий цвет глаз. Поэтому сегодня мне хотелось бы добавить некого шарма, изящества, чтобы она увидела, насколько эффектной она может быть и вдохновилась этим образом. Главное, чтобы он приносил ей удовольствие. Итак, Наталья, вы оказались в заветном кресле. И вот сейчас мы хотели бы от вас услышать, что вы не хотите увидеть на своей голове по завершении процесса преображения. Не хотелось бы стрижки под мальчиком. Мальчиком? Загидаю пальцы. Да, да, да. Ну и контрастные цвета, конечно, красные, зеленые, синие, черные. Ну а так, наверное, готовы к экспериментам. Ну а с лицом вы дозволите поработать, Вера? Не сомневаюсь в ее профессиональных качествах, поэтому я полностью даюсь мастером. Самый главный наш залог – выпустить вас отсюда с телевизионного проекта «Счастливая». Я думаю, что у нас получится, девочки, да? Мы постараемся. Ну а вам – расслабиться и получать удовольствие просто от этого прекрасного процесса преображения. Все. Все друг друга услышали, приступаем к работе. Спасибо. Что касательно макияжа, для вас важно утром выйти накрашенный или это не имеет значения? Ну, на работу, конечно, да. А в жизни, ну, в принципе, я люблю внешний облик. Меня супруг поддержит, говорит, что вроде я ничего без макияжа, поэтому я спокойно к этому отношусь. Мне, честно признать, без макияжа комфортно. У Натальи очень красивые глаза, поэтому я рекомендую больше их подчеркивать, нежели как вы привыкли. Макияж подобрала как голливудская диви, поэтому наслаждайтесь. Хочется произвести впечатление на коллег, на супруга. Конечно. Хочется реакцию, да, увидеть, услышать, да, посмотреть, как буду реагировать. Ну, конечно, интересно. Наталья, ну всё, мы вас отворачиваем к зеркалу, и сейчас вы себя увидите обновлённую. Готовы? Да. Закрывайте глазки и на счёт три откроете. Раз, два, три. Смотрите, ну, очень круто, очень межик. Вот она, асимметрия, та самая, на которой шоу-разговорок. Да, да. Мне нравится, но я бы никогда такое не предложила мастеру, чтобы она такое сделала со мной в суперске. Волос добавилось? Да, что примечательно, очень много волос на голове. Была как раз таки вот идея, чтобы придать объём. И, как говорила Марина, объём мы придавали с помощью окрашивания имени. И вот у меня прямо напрашивается фраза. Она была блондинкой, значит, уже наполовину красавицей. Но у нас только не наполовину, на все сто. Красоточка, да, говорю, на голливудскую дорожку, да, на красную дорожку, то есть, да, вперёд с песней. Спасибо, девочки, вам большое. Я пришла за преображением и действительно, реально преобразилась. В одежде вы какого стиля придерживаетесь и что мы хотели примерить? Спортивный стиль. Мне нравятся джинсы, мне нравятся спортивные одежды. То есть, я люблю такие вещи для жизни. Интересно примерить на себя более строгие стили, да. То есть, я понимаю, что одевая более элегантную одежду, ты начинаешь себя так же нести и чувствовать. Ну, наверное, на работе вам это, да? Конечно, конечно. Это необходимо, да, да, да. Потому что в офисе работаете, да, и всё-таки образ какой-то должен быть соответствовать вашей работе. Вот такой вот деловой, сногсшибательный образ мы вам создали. Вы примерили на себя брючный костюм, о чём вы и мечтали. И дополнено всё это вот такой стильной стрижкой, современной, модной, которая делает вас, ну, просто выделяет из толпы, делает моложе, интереснее. И я думаю, что если вы вот явитесь так в офис, то просто сразите всех на повал. Образ получился сногсшибательный. Я сама от себя такого не ожидала, что вы примете это на себя. Да, 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 это неожиданно. Говорю, я никогда бы до этого сама не дошла. Вот, и мне нравится стиль, который на меня примерили. Да, в нём интересно, стильненько так. Телевизионный проект «Преображение» работает на площадке салона красоты «Лориэн». Эти мастера вот творят такое волшебство. Если вы хотите стать участником нашего проекта, обращайтесь сюда. Вам обязательно помогут с созданием вашего нового образа, даже если вы не изъявите желание принимать участие в телевизионном проекте. Вам дадут дельные советы и сделают счастливыми, вот как сегодняшняя наша героиня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держись. Да нет, ты так сильно изменилась. Я бы сказала, преобразилась. Наташа. Ну, на улице мимо-мимо бы прошла. Да. Ну, мне очень нравится. Ты такая интересная стала, такая необычная какая-то. Серьезно? Ты же меня знаешь. Если мне нравится, то мне нравится. Мне хорошо. Ну, действительно преобразилась. Я бы не узнала тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...